100 дней до Олимпиады в Сочи как праздник. Молодежь, студенты и школьники Анапы, почти тысяча человек собрались в сквере у здания БФО на высадке хвойной аллеи. 100 дней до Олимпиады, 100 деревьев. А 29 октября новая дата в календаре праздников Кубани и Анапы. Наконец-то дождались, 100 дней всего лишь осталось. Скоро, сейчас мы всаживаемся, пробегаем. Остается 99 дней. Ну что еще скажешь? Ура! За 100 дней до Олимпиады Анапа стала зеленее на 100 хвойных деревьев. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов тоже поучаствовал в общем движении. Посадил сосну. Я думаю, каждое деревцо должно взойти благодаря вашим душевным качествам. То, что мы действительно вкладываем душу в открытие и подготовку Олимпиады. Именно это право предоставлено Крадостнодарскому краю. Настроение участников акции – Олимпийское. Пять групп волонтеров отмечены пятью цветами. Они объединяют пять частей света. Синий Европа, Черный Африка, Красный Америка, Желтый Азия и Зеленый Австралия. Пять колец, все разные цвета. И мы соответствуем Красному кольцу. Идем от РГСУ, то есть начинается пробег с БФО и до Родины. Несколько секунд до старта. Готовы? На старт! Внимание! Марш! Финиш на театральной площади у главной сценической площадки города. И здесь же старт Олимпийской зарядки. Участники акции, серебряные волонтеры, новчане и гости курорта подключились к общей физкульт-пятиминутке. И также все вместе приветствовали Анатолия Шевченко, участника Паралимпийских игр в Лондоне. Я хотел бы сказать, что я очень рад присутствовать на данном празднике. Я очень рад, что Олимпиада наконец-то будет проходить в нашем замечательном крае, в городе Сочи. На своем опыте я знаю то, что когда осталось всего 100 дней до начала Олимпиады, наша сборная сейчас очень усиленно готовится. Давайте все вместе пожелаем им удачи! Поддержали Олимпийскую сборную вместе аплодисментами и продолжили праздник концертом. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион.